Бросай хандрить, вставай на лыжи. Ученые пришли к выводу, что физическая активность улучшает не только самочувствие, но и настроение и даже мыслительные способности. Шанс стать более здоровым, счастливым и умным в предстоящие выходные получат все без исключения ивановцы. 10 февраля в областном центре, как и во многих других городах страны, пройдет традиционная лыжня России. Торжественное открытие в 11.45 на территории 41-й школы. Это не только соревнования, но это культурно-спортивный праздник. Тут будет, по крайней мере, в Иванове и культурная программа. Я думаю, что можно будет так назвать это действительно праздником, лыжным праздником. Заранее трассу подготовить не получилось. Карты организаторам спутал сильнейший снегопад, но время еще есть. Погода даже сыграла на руку будущим участникам. Толщина и плотность снежного покрова идеальна для лыжников. Погода сейчас стоит замечательная. Будем надеяться как раз соответствовать хорошему настроению и непосредственно для участия на лыжной трассе. Я думаю, надеюсь, по крайней мере, что такая сохранится и до 10 числа. Многих интересует вопрос, как одеться на лыжню. Организаторы рекомендуют сильно не кутаться, чтобы была свобода движений. Теплая атмосфера, спортивный азарт и горячий чай замерзнуть не дадут. На сегодняшний день к организаторам поступило порядка 500 заявок, но основной наплыв участников ожидается в пятницу. В предварительной заявке можно будет подать мандатной комиссии непосредственно в городе Иваново. А комиссия работает по адресу улицы Пушкина 28, время с 10 до 5 вечера. И, в принципе, можно накануне, даже уже сейчас идет работа до 9 числа. И, в принципе, в день мероприятия тоже можно будет с 9 до 11 здесь непосредственно в 41-й школе заявиться. Возраст и опыт не важны. Принять участие в лыжной гонке может любой желающий. Для каждого найдется свой забег. Это один из основных стартов зимой. Участвовать буду, наверное, уже не знаю, какой раз. Может, в пятый или шестой еще в школе, по-моему, мы ездили с учителем физкультуры. Для Кати, студентки Ивановского государственного университета «Лыжня России», это ежегодная традиция. Дважды девушка уже становилась победительницей. Лыжница делится секретом успешного финиша. Самое главное – это удачно стартовать, поскольку народа обычно бывает очень много, а там старт. Сначала разбираемся на старте и дальше по ходу гонки главное контролировать соперников, не отстать, а на финише сделать мощный рывок. И тогда можно будет победить. Ну и, конечно, только этого недостаточно. В преддверии гонки Катя тренируется ежедневно, умудряясь совмещать парковые разминки с учебой. Девушка рассчитывает и в этом году финишировать первой. Но суть «Лыжни России» для спортсменки в том, чтобы унести домой с гонки не только медаль, но и массу положительных эмоций.